ребята всем доброе утро всех поздравляю с понедельником с началом недели и пусть у вас все будет хорошо в этот день и вечером обещается солнце выйти алиса потише и сегодня я хочу открыть все-таки розы и замочить в их вот сегодня нашла и и копин замочу в копине и посажу их ведро пусть они уже корешочки пускают потому что уже сезон пусть они потихонечку приживают запускают корни потому что и они у меня стояли в сенях но вот росточки что-то замерзли но они пойдут сейчас я этот оторву и заново они пойдут замочу выпения и посажу потом еще цветы перебирала семена так но вот эти у меня все в открытый грунт я их сразу посажу потеплее станут астры тени они успеют нормально дойти конечно можно в рассаду на место не этот цветок это алёша просил этот дурман зонтики здесь всего три семечка но вот этот я посажу дома на рассаду потому что здесь три семечка всего пусть растет потихоньку по твоему запросу вот это все в открытый грунт ребят но вот размотала я их и на удивление корни очень хорошие и даже есть беленькие корешочки но все сейчас выпение замочу это надо оторвать и короче потом посажу я их прям корни вообще большие хорошие корни так что розы светофоре можно брать вот такое средство и копин темная ускоряет процесс восстановления растений и ускоряет укоренение вот немножечко совсем ну на это ведро как раз нормально будет я прям рада что корни хорошие а то бывает что смотришь там у некоторых вообще випал ну ребят пока у меня там готовится вот для роз у меня такие посадочные контейнеры сейчас возьму их помою домой ну вот вот эти да конечно вообще нехорошие большие так где-то еще было вроде так и вот этот свой чемоданчик возьму с этими семенами переберутся здесь над порядок тоже навести надо готовиться к сезону смотрю что есть что нету ну что друзья начинаем пересаживать розы и светофора вот здесь у меня они замочены розы ведерочки так землю я насыпала ведро земля сюда смешаю я агротелит чтобы все-таки грунт был рыхлый и для питательности у меня есть гуми для рассады гуми для рассады здесь такие гранулы небольшие сюда добавлю тоже как бы когда поливаешь она будет давать питание ну это здоровый органическое живое удобрение от кузнецова вот и все это перемешиваем тщательно на вот эти контейнеры рассадочные я положила газетку потому что дренажные отверстия очень большие и что земля лишний раз не вываливалась у меня вот положила газетку она как бы будет немножко предохранять и вот тщательно перемешиваем весь грунт можно еще добавить так перемешиваем ребят я лопаткой пробовал как-то мне не очень комфортно я так руками ну что наполняем контейнеры нашей землей ну наполняем ребятами чуть-чуть на одно сначала ложим вот так берем можем на дно ну что теперь будем смотреть роза как вот это немножко в сторону оставим так что у нас тут с розами корешочки ребята можно немножко подрезать но корни довольно таки нормальные видите корешочки можно подрезать те которые очень совсем уж длинные я подрезаю вот так вот они пойдут нормально вот здесь так вот эти почки которые засохли тоже уберу вот такой корешочек вот так ставлю контейнер и засыпаю все это землю ребята ну надо посмотреть конечно много земли чуть-чуть нужно было так сделать прививку видите очень наверху контейнеры не такие глубокие но я думаю что ничего страшного она пока будет сидеть здесь будет наращивать корневую потому что уже ведь сегодня 1 апреля и буквально вот этот контейнер он для того чтобы роза адаптировалась совсем немного времени но буквально на неделю на две потом можно будет уже высаживать огород да и вообще я вот думаю конечно я сейчас посажу и я их вынесу ребята дома не буду держать чтобы они у меня не поперли зурит и в рост а вынесу на улицу не на улицу в сене или на крыльцов где по прохладней чтобы они просто как бы корни пускали вот эти но не поперли в рост вот хочу сказать потому что мне пока дома этого не надо потому что некоторые смотрю они уже даже цветут но вот так вот засыпаем и потом вот этой же водой в которой я замачивал корешочки можно будет и парик полить потому что там есть и пин так как раз до прививки земли хватило но контейнеры нет таких глубоких контейнеров есть ведра но у меня столько людей нет и чтобы они такие были глубокие ребята поэтому как-то так но это ненадолго ребята вот это английская роза смотрите какой у него мощный корень но я сейчас тут подрезала корень упруги нормальный жесткий такой живой все нормально так но все сажаю контейнер опускаю здесь немножко землю насыпала и сажаю ну что вот так посадила 4 4 розы ну нормально место хватило им там корешочком вот сейчас и вот этой водой полью и все будем ждать будем ждать новых почек уже уверенных таких которые будут цвести которые будут нас радовать летом розы и светофора еще раз